Очень приятно встретиться хотя бы заочно с коллегами и вновь оказаться мысленным в Казани, тем более, что замечательный семинар с вызывающим тематическим названием, и эти вызовы очень современны, актуальны, на них как-то скучно отвечать полутонами, поэтому я бы хотел как раз в своем докладе, может быть, обратить внимание акцентированно на те оппозиции, которые звучат в названии всей конференции и, в частности, в моем представлении. Сошлюсь на свои работы, которые посвящены соотношению динамики и статики в истории, про истории и истории, и называются «Антропология движения древности Северной Евразии» и «Феномен колонизации». В них, чтобы не затруднять ваш слух дополнительными аргументами, проводится исследование тех обстоятельств, которые привели к складыванию больших сообществ, в том числе и прежде всего России. И выясняется, что анатомией или, если угодно, алгоритмом формирования таковых является взаимодействие культур, которые являются локальными, то есть, прежде всего, ориентированы на использование природных ресурсов, локальных природных ресурсов, и магистральными, которые ориентированы на использование ресурсов локальных культур. Эти локальные и магистральные культуры помогают друг другу, между ними существует то, что принято называть симбиозом или взаимодействием, и та и другая поддерживают друг друга, создавая цепь взаимодействия. В российской истории или в российской истории таковыми являются культуры степные и культуры между морские, то есть, балты понтийские, которые со времен готов, а может быть и раньше, существовали на просторах России. И таким образом, чередуясь, вертикаль, то есть, вот эти морские кочевники, как их назвали геополитики, и степные кочевники, сходились примерно в районе Северного Причерноморья с давних пор. И совершенно не случайно, что территория очень жаркая до сегодняшнего дня. Крым, Украина, Северное Причерноморье повторяют территорию, на которой с археологических пор, по меньшей мере, с бронзы, с эпохи бронзы сходились силовые линии или магистрали, одна из которых связана с освоением открытого пространства степей, а другая связана с открытым освоением пространства морей и каналов или рек, которые соединяют эти морские просторы. Я обращаю внимание на один из этих факторов, который, прежде всего, связан с великой степью, но он был не одинок, как я уже сказал, и для рифмы я их обозначил в своем этюде, в своей композиции «Ордизм и нордизм». Если говорить об ордизме, то речь идет, конечно же, не только о, собственно, Орде, Золотой Орде или иных ордах монголо-татарского времени, а речь идет о той стратегии и той социологии, которая связана с особенностями формирования пространства в открытых степи, в частности, где центром является кочующая ставка хана, которая, собственно, и называется Ордой. А присоединенное к ней контролируемое пространство с охватом соответствующего кочующего и некочующего населения обычно называется в широком смысле Ордой. Часто к этим социальным формам применяются иные названия, например, «улус» или «юрт». Но это все подвижные, очень динамичные образования, повторяю, они основаны на высокой мобильности. И именно мобильность определяла то самое качество магистральных культур, которое делало их связующими и образующими огромные пространства, часто становившиеся государствами или даже империями. Одним из вот таких магистральных пространств была, естественно, «Великая степь». И в отношении к Руси или к тому, что в будущем станет Русью, ордизм, если его так можно назвать, то есть механизм существования Орд, задолго предшествовал историческому времени. Вот, по крайней мере, с ямной культурой, с катакомбной культурой, с афанасьевского движения и тем более со скифского, включая скифское время и более позднее образование, мы имеем дело как раз с ордами. Они еще так не называются, потому что археология не звучит этими словами. Но во всем облике археологии видны вот эти самые большие пространства, которые образуются по принципу ордообразования и распадаются по этому же принципу. Закон Ибн Хальдуна, о котором сейчас только что говорилось, он как раз предполагает, что век империи не велик, не долог. И три поколения, как правило, исчерпывают ресурс орды, вот этот ресурс боевого движения, агрессивного движения, захвата. Второе поколение, как писал Ибн Хальдун, уже тяжелеет в богатствах и роскоши, а третье, как он выражался, хуже женщин, то есть не способна к захватам. И вот эта череда успеха, ослабления, распада и захвата этого же степного пространства новой ордой является механизмом ордообразования. На Руси знакомство с кочевниками – это давняя основательная история. Летопись застает весь южный край славянских племен под хазарами. И это как раз и есть тот самый вариант ордизма в широком смысле, который предшествовал более поздним состояниям или политическим явлениям, такого же характера и порядка. Летопись достаточно полно характеризует взаимодействия славянских племен с печенегами. В те времена образуются такие проказачьи структуры в Поросье, в Торческе, Бериндеи, Черные плавуки и так далее. То есть вот это буферное промежуточное состояние, которое с одной стороны является полуоседлым, а с другой стороны полукачевым, соответственно является ретранслятором одной традиции в другую. И вот эти буферные образования, условно доказачьи или протоказачьи, Бериндеи, они оказываются очень удобной средой для взаимоотношений. И мы обнаруживаем, что в половецких, в отношении с половцами русские князья уже достаточно свободны. И половцы крестятся, и русские князья женятся на половецких княжнах. И известно, что Юрий Долгорукий пять раз вводил половцев на Киев, то есть использовал их в качестве привлеченной военной силы, как союзнической силы. Равным образом Андрей Боголюбский был сыном половецкой княжны, Ярослав Селудович был женат на половчанке, соответственно, Александр Ярославович Невский. Он был на четверть половцем, и поэтому нет ничего удивительного, что в его диалоге с Ордой, с татарами мы обнаруживаем большую глубину понимания ситуации. То есть вот этот тюркский домонгольский ордизм даже в крови у русских князей был очень основательным. Позднее мы видим, что битва на Калке по существу в 1923 год, это выступление русских князей трех мстиславов или даже больше четырех мстиславов. Это, в общем-то, битва половецкая. Это битва за Дэшт и Кюбчак, в которой половцы проиграли. И дальнейшее движение монголов – это, вообще говоря, погоня за ханом Катяном и его русскими союзниками. И действительно, что бы так еще увлекло баты в глубины Европы, как не вот эти самые погони. Между прочим, подобная стратегия, это именно стратегия погони и отлова вождей, князей, королей, ханов – это очень важная часть стратегии кочерников. Для них прежде всего нужно было установить власть над пространством, но затем уже разбираться с тем, как собирать дань или использовать эту территорию в качестве промысловой, в качестве ресурсной территории, где они могут позволить себе все, что угодно. Выращивать население, собирать с него дань, полон и так далее. И вот именно эта погоня увлекла баты так далеко на запад, что Катяну пришлось скрываться и на Адриатическом море. И он где-то только не бегал, а у каких только королей не скрывался. И было четвертый пострадал от того, что он оказывал гостеприимство Катяну. В конечном счете, неизвестно, чем бы закончился этот большой рейд Батыя на Запад, в Европу. В общем, не миновать бы Европе второго Тилы, если бы, и в очередной раз случилось то, что случается только у кочевников. И всякие… Николай Николаевич смотрит на меня, я к нему обращаюсь. Всякие миросистемные аргументы могут, конечно, приниматься в его внимание, но всего лишь лишку выпил Угдей. И умер. Умер с перепою, простите. И это обстоятельство сыграло решающую роль в стратегии Батыя. Не случилось второго Тилы, а случился поворот Орды на восток. Конечно, центр мира – это Каракаров. Ну, и Батыя повернул, поскольку шла речь о судьбе ханского трона. Тем более, что у него очень непростые были отношения с Гуюком и Бури, которые только что нахулиганили. И он отправил их как раз в Бедейрес для, так сказать, отцовского расследования. И тот был очень суров по отношению к Гуюку. Неизвестно, что бы случилось там в семье, в большой семье ханской, если бы вот не эта неожиданная смерть. Во всяком случае, двойственность позиции самого Батыя, потому что он совершил полпути и остановился. Произошло его зависание между Панонией, где он недавно находился, и Каракарумом, где-то в серединке. Именно из-за неясности, двигаться или нет на восток. И вот это обстоятельство оказалось решающим для последующей судьбы Руси. Именно зависание Батыя, он не пошел на Каракарум. Там Туракина, там выяснение взаимоотношений, собственно, вот в восточной части Великого Углуса. И вот это зависание по Волжье привело к тому, что образовалось новое сообщество, приобретшее самостоятельность, потому что Батый был старшим в золотом роде, ко всему прочему, мог позволить себе вести себя автономно и самостоятельно. И вот, собственно, кормление Батыя, в том числе и на севере, на русской равнине привело к тому, что это владение стало осваиваться достаточно плотно монголами или монголо-татарами. Батаево зависание привело, условно я называю это, зависанием, потому что это было действительно состояние колебания Батыя, то ли участвовать, то ли вести себя как-то иначе. А пока вот происходило это прирастание к Золотой Орды, в последующем, к новой территории, а Русь превращалась в промысловое пространство, промысловое угодье этой новой Орды. Так сформировался русский улуз, он так и назывался. И в то время это была периферия большого царства или империи. И, собственно, вот взаимоотношение бывшего самостоятельного государства Русь, нардистского или северного по своему происхождению, варяжско-викингского, с новым тюзереном, с новой магистральной культурой, было механизмом тех взаимоотношений, которые складывались между Ордой и русскими княжествами. 1946 год оказался решающим, оказался годом выбора. В 1946 году случилось несколько эпизодов, они очень по-своему драматичные, я не буду останавливаться слишком подробно на них, но упомяну, что уж по крайней мере три князя задали три разных модели о взаимоотношении русских князей с Монгольской аэродой. Я имею в виду Михаила Чернигерского, который отказался поклоняться кусту и был казнен. Второй вариант – это Ярослав, который заключил по существу союз с Ордой, и он в том же году, в каком погиб Михаил Черниговский, умер, но пропутешествовал на Восток, и это открыл путь своим сыновьям, в частности и прежде всего Александру Ярославичу Невскому. Я уже говорил о том, что в его жилах текла степная кровь, и ему осталось добавить только еще модели или схемы поведения его батюшки для того, чтобы найти дипломатический язык, язык взаимоотношения с Ордой. И, наконец, Даниил Галицкий, который бегал от Орды. Бегал, потому что у него была дистанция для подобных побегушек, и он то, вроде как поклонялся кусту, но как-то так поклонялся, что не оказывался в зависимости, в отличие от Ярослава Владимирского. Ну, а дальнейшая судьба взаимоотношений оказалась в руках, по большей части, Александра Ярославича Невского. И всем хорошо известно, что в отношении с Западом у Александра были жесткие и батальные отношения, причем победные, а в отношении с Ордой напротив, очень союзные. И Александр Невский, по существу, исповедовал подчинение Орде и привел в Восточную Русь в подчинении вплоть до вождения ратей и переписчиков. Цифра или перепись – это одно из наследий, которое передано было от Орды на Русь. Более поздние события еще раз подтверждают, что эти взаимоотношения усиливались и уплотнялись. Причем Орда не столько оккупировала территорию Руси, сколько контролировала ее. И очень своеобразная форма «приручения» князей практиковалась в виде вызова в Орду. Князья по вызову с детства оказывались в Орде, воспринимали обряды, законы и стиль социальных отношений, прежде всего уважение, подчинение. И позднее вот эта вот практика воспитания князей, князей по вызову, привела к тому, что надолго Ордынская Русь превратилась в улуз, зависимая от Орды. Минуя очень непростые и сложные сюжеты взаимоотношений Орды и русских князей среди потомков Александра Невского, Андрея Городецкого и Даниила с его сыновьями Юрием и Иваном, которые, собственно, отличались самой большой покладистостью по отношению к Орде и были никем иным, как по существу, служителями Ордынских интересов. Чем дальше, тем основательнее. Но случилось то, что в русских летописах называется «замятник» или «большой, великой, заметней» в Орде. То есть вот эффект перепроизводства элиты, с одной стороны, с другой стороны, иная грань того закона Ибн Хальдуна, о котором мы уже говорили, ослабление Орды благодаря тому, что она набиралась оседлости, набиралось спокойствия и уверенности в себе, это, как правило, делает ее мишенью для периферийных орд в степи или, как в случае с Москвой, Москва оказалась одним из форпостов Орды, поскольку она была на прямом пути так называемых батаевых шляхов, и за Коломной и за Тулой начинались московские владения. Это княжество, этот город, это княжество не были вечевыми, ничто особенно не мешало их использовать как раз для трансляции вот этих вот ордынских традиций. И Москва оказалась в этом отношении тем форпостом ордизма на Руси, которая восприняла в полной мере ту мощь государственности, которая принесла с собой орда. Если угодно, ордизм сместился в Москву, подвергся крещению по своему оседанию, оседлый или крещеный такой ордизм, мы обнаруживаем в Икосимовском царстве, потому что это уже по существу приход на территорию Москвы ордынских царевичей. Мы видим, что основные военные баталии ведутся с непременным участием ордынцев. И более того, даже ханские или царские инсигни передаются через Касимов главным образом. Вскоре на службе в Москве оказываются ордынские царевичи. И, в общем-то, сам Иван IV считал себя, и его считали потомком одновременно и Рюрика, и Мамая. А через брак Мамая еще и Чингизида. То есть для него, скажем, события на Куликовом поле были семейной историей. Это очень яркое воплощение двух линий. С одной стороны, ордизма, а с другой стороны, ордизма. И заключая свой доклад, я хочу сказать о том, что утверждение вот этой магистрали, магистрали, которая исходит из Великой степи во взаимоотношении с нордистской магистралью и с поддержкой того, что обычно принято называть византизмом, или можно назвать понтизмом, потому что это понтийский, южный, через понт, через Черное море проходивший канал духовного влияния. Вот они, силовые линии, идеологические линии, которые создали, скрепили пространство России, вот это множество локальных культур в огромное сообщество, как бы оно ни называлось, империей, союзом, федерацией. И очень много в нем того, что происходит из южной степной традиции. Это и принцип верховной ханской собственности на землю, это и переписи, ямская ганьба, знаменитый ям, система управления, очень многие термины, деньги, казна, таможня, исаак, ирлык. Все это происходит из степной традиции, равно как и должности, исторически известные, дворского, например, монгольский визит, административные структуры вроде Тысяцкого, Беклервек, понятие двор, синонимичное Орде, тумены, дороги, волости, пути, печать Тамга, дипломатический церемониал, челобитие от татарского башбур, военное дело, вооружение, балаган, барыш, базар и так далее. То есть вот широкий круг явлений, связанных с контролем над пространством в широком смысле, заимствован и перенесен в российскую имперскую традицию напрямую через Москву, которая в определенной степени является преемницей и транслятором этой традиции ордистской или ордизма. Поэтому и до сих пор, и поэтому так безболезненно, в общем-то, российское собирание русских и татарских земель произошло в XVII веке, и именно поэтому Россия оказывается не столько страной фронтиров, потому что фронтиры, видите, их много. В разное время они туда-сюда, с востока на запад, с севера на юг перемещались. В конечном счете, народы, которые образуют Россию друг друга, ну, прежде всего, степные и северные друг друга, по нескольку раз уже перезавоевали и тем самым сроднились, уже не отнять одних от других. Вот это пространство, оно принципиально не терпит слова «фронтир». Мне кажется, что эта интерполяция, она совершенно излишняя, интрузия даже вот этого понятия, которое хорошо работает на, скажем, материале Америки, совершенно не работает на понятии Евразии. Здесь не было фронтира, здесь вот были давние взаимоотношения на встречном движении в пространстве в Северной Абразии. Спасибо, дорогие коллеги, за внимание. Спасибо, Анна Евгеньевич. Спасибо, Анна Евгеньевич.